Кладоискатель Открывает сегодняшнюю десятку клад в банке. Этот кладик найден 1 января нового 2018 года. Банка наполнена примерно сотней серебряных монет. Все они предположительно польские. Скорее всего до военного периода. Почему примерно? Почему предположительно? Почему скорее всего? Да потому что по словам продавца банка накрытая капроновой крышкой не открывалась. И удовольствие от этой процедуры. Он оставляет покупателю. Банка польских монет была выставлена на торги с 1 гривны. Лот получил 149 ставок и окончательная стоимость составила 23 тысячи гривен. 799 долларов или 46 тысяч рублей. На девятом месте сегодня расположился энкалпион 11-12 века. Энкалпион или энколпий из греческого буквально переводится как нагрудник. Крест в который помещаются мощи святых. В 11-12 веках, то есть в период высочайшего развития Киевской Руси, энкалпионы были не таким уж редким явлением. Об этом свидетельствуют находки наших с вами комрадов-кладоискателей. Но вот найти в таком размере, с такой детализацией, в полном сборе запечатанные энкалпий, это уже дано не каждому. Энкалпион 11-12 веков был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил рекордные на этой неделе 394 ставки и окончательная стоимость составила 31 тысячу 20 гривен. 1077 долларов или 62 тысячи 40 рублей. Восьмое место на этой неделе занял магический амулет. Амулет этот найден нашим с вами комрадом-кладоискателем и принадлежность его к магии, как по мне, является под вопросом. Привеска состоит из камня и золотого обрамления. На лицевой стороне изображено то ли животное, то ли человек со щитом и оружием. Вес предмета около 3 граммов, состояние отличное, сколов, трещин, царапин нет. Магический амулет был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 80 ставок и окончательная стоимость составила 35 тысяч 600 гривен. 1236 долларов или 71 тысячу 200 рублей. На седьмой строчке нашего рейтинга сегодня расположились 20 копеек 1931 года. Монета эта одна из самых дорогих монет ранних советов. Она является старым образцом 20 копеек 1931 года. Новый образец стали чеканить из дешевого никелевого сплава. Тираж этих монет неизвестен, но судя по их ценникам крайне мал. Монета представленная на аукционе изначально имела такой вид, но после небольшой чистки оказалась довольно хорошим экземпляром. 20 копеек 1931 года были выставлены на торги с 50 тысяч гривен. За лотом следили несколько десятков человек и один из них все-таки сделал ставку. Монета была продана за 50 тысяч гривен, 1736 долларов или 100 тысяч рублей. Шестую позицию сегодня занимают бусы из королевского янтаря. Янтарь – окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев. Используется он в основном для изготовления ювелирных изделий и бижутерии. И совсем в небольших количествах в фармацевтике, парфюмерии, пищевой и химической промышленностях. Известно несколько видов янтаря, отличающихся по цвету и фактуре. Но самым дорогим является так называемый королевский. Он составляет всего около 1-2% от всего янтаря. И бусы именно из такого материала были представлены на этой неделе на аукционе. Длина бус – 65 сантиметров, ну а вес – более 80 граммов. Бусы из королевского янтаря были выставлены на торги с одной гривны. Лот получил 64 ставки и окончательная стоимость составила 54 565 гривен. 1895 долларов или 109 130 рублей. На пятом месте нашего рейтинга расположился золотой перстень. Перстень этот довольно массивный. Он имеет вес 18,53 грамма. Датирован предмет 3-4 веком нашей эры. И принадлежал он когда-то, скорее всего, какому-нибудь римскому патрицию. Перстень украшен агатом. Одним из самых ценных в древности камней. И хоть на нем и нет изображения какого-нибудь Марса или Геркулеса, само состояние и целостность артефакта уже является немалой редкостью. Римский золотой перстень 3-4 веков был выставлен на торги с 35 000 гривен. Лот получил 65 ставок и окончательная стоимость составила 61 000 гривен. 2 118 долларов или 122 000 рублей. На четвертой строчке нашего обзора расположился рубль 1784 года. Этот рубль от Чеканиной при правлении Екатерины Второй является довольно редким. Тираж его составил 143 500 экземпляров. Изготавливался он из серебра 750 пробы весом 24 грамма. Интересно, что в конце 18 века за рубль можно было купить целого барана. Ну а в 21-м, продав такой вот рубчик, можно купить... Ну а в 21-м, продав такой вот рубчик, можно купить небольшое стадо. Рубль Екатерины Второй 1784 года был выставлен на торги со 100 гривен. Лот получил 108 ставок и окончательная стоимость составила 70 000 гривен. 2430 долларов или 140 000 рублей. Открывает тройку призеров этой недели 100 гривен 20 лет независимости Украины. 20 роки в незалежности Украины золотая юбилейная монета. На аверсе ее изображен малый герб Украины и разделенные вышитыми рушниками изображения выдающихся людей разных периодов нашей истории. Ярослав Мудрый, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницкий, Михаил Грушевский. Ну а на реверсе символизирующие отрасли народного хозяйства, самолет, комбайн, судно и шахта. Монета была введена в оборот в 2011 году. Изготовлена она из золота 900 пробы в весе 31,1 грамма, что равняется одной тройской унции. Тираж монеты всего 1000 экземпляров. Золотые 100 гривен были выставлены на торги с 75 000 гривен. За лотом следили два десятка человек и один из них все-таки решился на ставку. Монета была продана за 75 000 гривен. 2 604 доллара или 150 000 рублей. Почетное второе место на этой неделе заняла скульптура Ядрометатель. Скульптура эта авторство Елены Александровны Янсон, известного советского скульптора и художника. В 1926 году Елена Александровна изготовила несколько статуэток, которые в 30-х годах прошлого столетия были увеличены, отлиты в бронзе и установлены в парках культуры и отдыха Москвы и Ленинграда. Одной из таких скульптур был Ядрометатель, представленный на аукционе Виолити. Изготовлена скульптура на заводе Красный Выборжец из бронзы. Вес предмета более 3 кило. Скульптура Ядрометатель была выставлена на торги с 1 гривны. Лот получил 141 ставку и окончательная стоимость составила 87 505 гривен. 3 038 долларов или 175 010 рублей. Ну а первое место в нашем обзоре самых дорогих интересных лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити, занял Ауреус Каракаллы. Септимий Бассиан Каракалла, римский правитель с 211 по 217 года. После смерти отца Септимия Севера, власть в стране перешла к братьям Каракалле и Гетте. Но совместное правление их длилось менее года. Вероломный Каракалла хитростью заманил брата и убил его в присутствии матери Юлии Донны. Гетта был предан проклятию памяти, а Каракалла единолично правил Римом на протяжении следующих 6 лет. Ауреус, представленный на аукционе, найден нашим с вами комрадом-кладоискателем Хмельницкой области. Монета золотая, вес ее 7 с четвертью грамма. Посвящена она возвращению семейства Северов из порфийского похода. Интересно, что этот Ауреус выставлялся на торги трижды. Первый раз стартовая цена была установлена в размере 250 тысяч гривен. Ставок не было. Во второй раз цена была снижена до 200 тысяч. Результат был таким же. Ну а на прошлой неделе Ауреус Каракалы был выставлен на торги со 165 тысяч гривен. Лот получил 9 ставок и окончательная стоимость составила 220 тысяч 100 гривен. 7 тысяч 642 доллара или 440 тысяч 200 рублей. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, этот обзор вдохновил вас на поиски своих не менее интересных и дорогих артефактов. Ссылки на лоты, представленные в обзоре, вы найдете в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео и вы желаете помочь в развитии канала, сделайте репост его на свою страничку в любую из соцсетей, чтобы и ваши друзья смогли оценить данный обзор. Буду очень благодарен. Также вступайте в мои группы в Фейсбуке и ВКонтакте. И не забывайте подписываться на канал, ведь впереди у нас еще много интересного. На этом все. С вами был ваш друг и соратник, кладоискатель-анархотурист. До новых встреч, друзья. Все будет хорошо. Деньги бывают, такое бывает, такое бывает, но только недолго не храните деньги в сберегательных кассах. Там от них никакого толку.